В свой дом супруги Шугаиповы в шутку называют мини-детский сад. Только в отличие от государственного, работает он круглосуточно, без выходных и по особому распорядку. Три сыночка и лапочка-дочка. Определить, кто родной, а кто приемный, практически невозможно. Мы все дружим. Вначале просто мама захотела взять приемного ребенка. Это был Ярик. Он теперь тут уже как и родной всем. Потом после Ярика мама решила образовать сообщество монетенок. И теперь помогаем другим приемным семьям. Когда Эмилии было почти пять, а младшему Даниэлю два, супруги решили, детей много не бывает. В это время в городе начали расформировать детский дом. Так в семье появился 13-летний Ярослав. Там несколько ребят осталось. И оттуда у нас и появился Ярослав. Папа с мамой уже начал говорить практически на вторую или третью неделю. Очень привык, очень привязался. А еще через четыре года взяли Анатолия. А сама Олеся теперь делится опытом с другими. Преподает в школе приемных родителей. Все 253 выпускника этих курсов состоялись как хорошие родители. Одна из основных задач – это подготовить их к предстоящим трудностям, с которыми они будут сталкиваться уже в процессе воспитания приемного ребенка в семье. Поэтому приемное родительство – это очень ответственный шаг. Жизнь кардинально меняется и у ребенка, и у родителей, и у всей семьи в целом. Раньше обучение в подобных школах было свободным. По любому вопросу приемные родители ездили в Казанский республиканский центр по усыновлению. А это очень накладно. В 2012 году обучение стало обязательным. В Бугульме открылась своя школа. Кроме местных здесь проходит обучение кандидатов. Приемные родители из Ознакаева, Бавлов и Ютазов. Пройдя эту школу, каждый должен определить для себя, он будет идти дальше или сойдет с этого пути. Но если он сходит, это ничего страшного нет в этом. Человек принял такое решение, это правильное решение. Моя позиция только утвердилась. Нам рассказали, показали, обыграли ситуации, связанные с трудностями, которые могут возникнуть приемными детьми. Небольшими группами до 15 человек все кандидаты изучают обязательную 80-часовую программу. Смотрят фильмы, работают психологами, общаются с приемными семьями. И что самое ценное, даже после усыновления не остаются один на один с новой жизнью. Юлия Шабанова, эфир 24. Юлия Шабанова, эфир 24.